И человеком движет только его цель жизни. Поэтому сформировать цель жизни — это самое главное. И человек может сформировать цель своей жизни только через другого человека. Цель жизни передаётся, как аромат цветка. И поэтому, если ты, допустим, поклоняешься святому человеку, то ты тогда через него можешь почувствовать его цель жизни, его смысл жизни. И если тебе передастся его смысл жизни, то ты обретёшь очень сильное счастье на этой земле. И при этом тебя не решают работы, семьи, всё остаётся с тобой. Но при этом ты уже не страдаешь в отношениях. Потому что, допустим, если брать отношения между мужчиной и женщиной, мы даже не знаем, как они работают. Надо брать счастье у природы, у людей и у Бога и отдавать близкому человеку. И ничего не ждать взамен. И когда благодарность от него приходит, это называется Любовь. Любовь только через благодарность действует. Если он как бы поел, рыднул и пошёл, это не Любовь. Приходит время и заставляет судьба его благодарить. Благодарность приходит через страдания часто. Когда благодарность приходит от близкого человека, то начинаются взаимные отношения. Но человек по-настоящему может любить только, если он Любовь получает. А Любовь можно только от святости получить. Потому что мы все энергию Любви чувствуем, но мы просто ей пользуемся, её эксплуатируем. Вот, допустим, ребёнок маму любит. Он любит её, но он её эксплуатирует постоянно. Это не настоящая Любовь. Это использование Любви. И потом он вырастает и маму забывает. Начинает любить девушку. Или парня, или своих детей. Но если человек святой, он будет любить всех. И маму, и папу. И природу, и людей окружающих тоже. Но это ощущение идёт от смысла жизни. И все вообще ощущения идут от смысла жизни. Вот если человек считает смыслом жизни, ну, как бы комфортно устроиться на этой земле, то всё вот это просто желание формирует всю его жизнь. Первое, что он получит — очень напряжённую жизнь. Потому что так всё устроено. Если ты хочешь здесь комфортно устроиться, значит, придётся для этого комфорта много работать. Комфортнее за бесплатным. И если ты будешь много работать, то у тебя комфортная жизнь будет, или нет? Нет, ты упокаешься просто за это комфортно жить. Когда ты хочешь комфортно жить, то ты будешь всё себе искать получше. Получше жену, получше город, в котором ты живёшь и так далее. И всё это будет тебя обманывать. Потому что в этом мире всё вот так хитро устроено. Всё, что кажется сначала получше, оказывается, наоборот, потруднее. Это на самом деле. Всё очень хитро здесь так вот устроено. Это себя за человека засасывает. Он как бы комфорту, покоя и блаженству стремится, а сам начинает упахиваться постепенно. И теряет свою жизнь. Человек, который для себя живёт ещё хуже. Вот он как бы говорит, да я для себя живу. Как вот человек действует, когда он живёт для себя? Он берёт обязательства на себя в жизнь. Зачем? Это мешает для себя жить. Он думает о следующей жизни. Пей, гуляй, веселись. Живём один раз, он считает. Надо жить, как тебе нравится. Чего париться? Он работать любит. Он любит эксплуатировать чужой труд. Боровать деньги, использовать людей других. Вы видели таких людей? Как с ними надо взаимоотношения строить? А? Подальше надо от них. Они никогда тебе не принесут ничего хорошего. С людьми, которые живут для комфорта, уюта, не для себя, для семьи, для страны. Для своих, для своих они живут. Как с ними, с такими людьми, надо отношения строить? С ними надо договариваться. Деловые отношения, семейные деловые отношения. Договариваться во всём. Потому что они вроде бы живут не для себя. Но на самом деле, когда надо выбирать, как бы есть себе или тому, ты оставишь себе. Ну то есть они как бы прежде всего свои интересы учитывают. Я и моё есть вот такая концепция. Есть концепция «я», это невежная концепция. Моё — это страстная концепция. «Мои дети, моя страна, мой народ, моя вера». Не моя вера — значит плохая, не мой народ — значит плохой. Не моя семья — значит… «Петя, ты иди погуляй, мы тут покушаем, а потом придёшь». Не мой ребёнок. Всё, что не моё, — это чужое. Это такой завуалированный эгоизм. И он рождает двойственность. Двойственность означает, всё, что моё, — это хорошо, всё, что не моё, — это плохо. А если не моё ещё что-то выступает, значит, надо и с ним разобраться. Понимаете? Конкуренция. Это что такое? Духовная реальность, там, где люди не для себя живут, там есть конкуренция? Ну, представляете, муж с женой ругается. «Я хочу для тебя сегодня всё сделать». Нет, «Я для тебя хочу сегодня сделать». «Давай я вот всё буду для тебя делать, а ты просто отдыхай». Нет, «Я хочу». И они ругаются, там бьют по суду. Вы такую руку не видели? Нет? Люди ругаются из-за чего? Из-за того, что меня обижают. Мне не додают что-то. Ну, то есть благостная концепция не вызывает конкуренции, не вызывает раздоров. Страстная концепция вызывает конкуренцию. Люди пытаются отгрести своей семье, своей стране, своей вере, всему своему. Это страстная концепция. Это не благостная концепция. И она формирует напряжённую жизнь, тяжёлую. Люди борются за выживание. Они пытаются достичь себе успеха в жизни. Так? Вера. Во что верят благостные люди? Бога. Страстные во что верят? В себя. В деньги. Да, в удачу, в деньги, во власть, в славу. Это одна и та же вера, просто по-разному воспринимается. Вот эти фильмы, когда вы смотрите, где главный герой, и в него прямо в упор стреляют, и все пули вот так мимо. Я видел один юмор там. Ну, утрирует человек всё. И, ну, там разборки было, бандитские две банды, и они встали вот так, примерно на 2 метров друг друга, и вот так вот друг друга стреляли, прямо, ну, вот так в упор. И ни одна пуля не попала, ни в кого. Не стреляют, общаются там. Да ты, блин, а я тебя... Вот. И никого не поубивал. Понятно? Это называется вера в удачу. Вот эти фильмы предназначены для тех людей, кто верит в удачу. Это вера в страсти. Всё будет хорошо. Вера в удачу. Чему приходит? Неудача. Неудача. По-разному. Приводят. По-разному? Никак ничего не по-разному. Там кто сказал по-разному? Кто? Ну-ка. Всё? Всегда одинаково? Неудача. Неудача. Не понял. Ну, не знаю таких случаев с людьми людей, которые... Благочестие, да? Есть сколько раз благочестие, если есть благочестие, тогда удача работает. А заканчиваем всё, неудача работает. Вот. Абсолютно верно. Дорогенович, мальчик. Всё чётко ответил. Но здесь не только благочестие работает, здесь ещё работает система. Если человек верит в удачу, то он всё равно движется определённым путём. Это описано в Веде. Первая стадия называется оптимизм или чувство, что всё получится. Вторая стадия называется тяжёлый труд. Третья стадия называется усталость. И четвёртая — надлом. А пятая стадия — это выбор или в невежество, или в благость. Потому что человек в страсти — это промежуточное состояние, он долго не продержится там. Но когда человек живёт для развития, у него есть только два варианта. Или он развивается до правильной цели, концепции жизни, или он переходит в состояние опустошения. Потому что только высшая мотивация даёт человеку настоящую жизнь. Вот ты пашешь ради квартиры — это не высшая мотивация, она не даст тебе удовлетворения. Ты эту квартиру заработала, я знаю много. Есть синдром достижения успеха материального. Знаете, какой? Люди пахали, въехали в дом и развелись потом. Мы начали его делить. Вот этот синдром. Потому что они на выходе не получают то, что они ждали. Они пахали, чем они занимались? Детей воспитывали — некогда, надо работать. Любовь друг к другу дарили — некогда, надо работать. Здоровье культивировали — некогда, надо работать. Пожрать у них было время? Нет. В отпуск ездить было время? Нет. Они ради дома жили. И въехали они в этот дом. Здоровья нет, отношений нет, дети чужие, сил нет. Как они будут там счастливо жить в этом доме? Переругаются и попилят его на две части. Дом закончится на этом. Про зелёного змея поёт про алкоголь. Итак, мои хорошие, изучайте эту тему. Изучайте. Цель формирует всю жизнь. Всю жизнь. Неправильно поставлена цель — жизнь на облом. Люди, у которых цель в страсти, они живут для комфорта. У них семья сохраняется? Нет. Потому что перенапряжение. Пашем, как и шаки. Дальше что будет? Хочется наслаждения жить. Любовь заканчивается, дальше следующий брак. Здоровье сохраняется? Нет. Люди достигают цели. Здоровье в цель не входит. Это благостная уже цель. Это не страстная. Время есть? Нет. Дети ухоженные? Нет. Некогда. Невежественная цель вообще. Жизнь вообще очень неприятная штука. Ну так, внешне, конечно, они делают вид, что у них всё классно. Давайте. Невежественная жизнь. Внешне им кажется, что у них всё хорошо. Пока есть благочестие. Здесь тоже так же работает. Пока. Всё заканчивается чем? Тюрьма. В ванне иногда случайно падает об кафель раз пять одними и тем же виском. Несчастный случай. Или выпрыгивает почему-то из девятого этажа. Или тонет по колено в воде. Что-то упал, загребнулся. Ну, вертолёте иногда разбивается. Или там на Байкале ехал, что-то под лёд пошёл. Все телохранители остались живо, а он тонул. Я вам конкретных случаях рассказал. Но это очень интересно. И на самолёте летел. Как бы со всей своей командой. Что-то пошло не так. Самолёт что-то упал резко. Говорят, неисправность какая-то. Ракеты, подлетавшие к самолёту, никто не видел. Вот. Теперь давайте попробуем разобраться в другом вопросе. Вот смотрите, правильная цель жизни сформирована. А как она формируется? Контактом со святостью она формируется. Человек чувствует святого человека. Он чувствует его жизнь. Он начинает болеть святым человеком. Вот это болезнь. Прямо ты чувствуешь, что ты его любишь. Прямо ты болеешь ему. Ты чувствуешь счастье от него. И сразу хочется жить. У тебя как бы дышать ты начал. Ты начинаешь чувствовать счастье. Тебе хорошо. Ты чувствуешь смысл жизни. У тебя начинают меняться отношения к людям. Ты начинаешь понимать их боль. Начинаешь понимать, что им надо помочь. Они все такие хорошие люди. Ты начинаешь чувствовать. Потому что передаются качества. Человек вообще так устроен, что ему от всех передаются качества. Знаете? И это происходит через любовь. Вот, допустим, если ты любишь собачку, чьи качества тебе передаются? Кем ты родишься в следующей жизни? Смеетесь? А я не смирюсь. Я вам серьёзно говорю. Если у вас в жизни никого не осталось, только собачка или кошечка, в следующей жизни вы родитесь кошечкой. Потому что ваше психическое тело перенимает её сознание, когда её любят. Если вы любите святого, родитесь святым. Если вы любите кошечку, родитесь кошечкой. Если вы любите женщину, родитесь женщиной. Любите мужчину, родитесь мужчиной в следующей жизни. Поэтому люди в основном меняются. То мужчина, то женщина. Кого любишь, тем и рождаешься. А если Макрад, значит, родишься высшей душой, будешь стремиться туда. Поэтому я и говорю, пытайтесь понять, кого надо любить, учиться любить. Но любовь к святому человеку, она не такая же, как любовь к женщине или к мужчине. Любовь к женщине или к мужчине, она имеет горячую природу. И поэтому она чувствуется сразу. К детям любовь имеет горячую природу. Но к детям она более светлая, потому что она Богом навеяна. То есть Бог открывает душу в ребёнке. Поэтому она… Любовь, самая высшая любовь, вот обычная любовь в этом мире, это любовь матери к ребёнку. Это самый высокий вид любви, который только существует, для нас доступный. Но она всё равно… Это любовь – зависимость, это не любовь – свобода. Другой вид любви к святому нам непонятен, потому что когда человек начинает любить святого человека, у него сердце не горит, а наоборот охлаждается, и начинает человек чувствовать чистоту, спокойствие, благодать. И это как-то необычное состояние, скучное. Нам же хочется, чтобы жареное всё было, а тут чистота какая-то как-то неинтересно. Понимаете? Скучное как бы, девочки, скучное так жить. Надо что-то такое… Но это потому, что у нас к настоящему чистому вкусу нет привычки. У нас нет… У нас сердце отвыкло от настоящего чистого. Вот, допустим, вы привлечены природой вообще или нет? Вот кто привлечён природой? Ну, те, кто бегает, те и привлечённые. Все остальные привлечены в метро. Вот кто завтра придёт с нами бегать в 7 утра? Я всех запомнил. Это привыкаешь к природе очень медленно. Вот к пробежкам на свежем воздухе, на снегу, солнце. Очень медленно привыкаешь. Они не привлекают. Сначала ты выходишь на ветер, тебе неприятно. В прорубь вообще даже мысли как бы в эту сторону лучше не поворачивать. Вообще, то есть человек, как бы он не понимает, что это счастье, потому что оно имеет холодную природу. Даже горячее солнце, оно всё равно не вызывает счастья, потому что мы не привыкли к этому. Это благостное счастье. Или друзья, допустим, любить людей в целом, радоваться людям. Это благостное счастье. Нам нужно жареного, нам нужно страсть. Нужно, чтобы было, горело всё внутри. Нам более сильные чувства нужны. Природа даёт спокойные чувства. Когда, допустим, бегаешь на природе, что у тебя внутри возникает? Спокойствие, тишина, чистота такая. В проруби вообще отмораживаешься. Если прорубь залез, ты всех прощаешь сразу. Там невозможно обижаться прорубью. Я серьёзно говорю. Вот сидишь, вот любого человека вспоминает, на кого обижен, сразу прощаешь. Не верите? Попробуйте залезть, увидите, как прорубь. Конечно. Мы бегаем потом в прорубь сразу. Есть моржи, а мы тюлени. Моржи, они сразу прыгают, выпрыгивают. Ещё почему-то штаны снимают. Ну, когда с моржами там вместе купаются, морж пришёл, он что-то, почему-то штаны снял, прямо перед девушками переодевается. Вот. Давайте немножечко классификацию цели поизучаем. Вот смотрите, есть главные цели, жизненно важные, важные, второстепенные и временные. Что такое высшая цель человеческой жизни или главная цель? Самая высшая цель — это почувствовать любовь к Богу. И это ощущение, оно очень много даёт человеку. Оно даёт человеку понимание своей вечной духовной природы. Когда человек любит Бога, он чувствует себя вечной душой. Он перестаёт страдать в этом мире, потому что страдание означает, что тебя чего-то лишают. Но когда человек любит Бога, его ничего лишить невозможно, что он ни к чему в этом мире не привязан. Он отвязывается от тех радостей, которые у всех остальных людей есть. Но это при этом не запрещает ему жить в семье, работать там всё. Не то, что человек полюбил Бога и пошёл как бы куда-то. Вот. Что такое жизненно важные цели? Какой результат любви к Богу? Духовная реальность. Это высшая цель жизни. Если человек её достиг в жизни, он почувствовал Бога, связь с Ним, то в следующей жизни он не остаётся уже в этом мире. Он идёт в духовную реальность, и там вечная жизнь. Никакой кармы, никаких проблем, просто одно счастье, Любовь, счастье, Любовь, Вечность и Знания. Наполненная жизнь. Дальше. Жизненно важные цели. Это цели, которые помогают в осуществлении высшей цели. Такими целями являются какие? Работа над собой, поддержание своего физического и психического здоровья. Это жизненно важная цель. Работа над собой. Если человек этого не делает, он не сможет достичь высшей цели. Геморрой помешает. Потому что когда у человека появляются болезни, психическая неустойчивость, он не может заниматься чем-то более возвышенным. Ему придётся лечить свои проблемы, связанные со здоровьем, с психикой, с жизнью. Когда человек достиг уровня святости, он потом может быть больным, даже психически больным может быть, но он всё равно останется святым. А если человек не достиг этого уровня, то ему не помешает болезнь это сделать. Когда человек больной, он может молиться, или нет? Кто из вас занимается духовной практикой активно? Вы когда больны, вы молитесь так же, как обычно? Нет. Вот и всё, об этом и речь идёт. Более реятный. А? Более реятный. Но вы особый человек, понятно. А все остальные, они слабеют, когда больны. что вы смеетесь? Девчонки, видите, никакие чуткие, всё знают про всех. Вот. Дальше. Следующая, жизненно важная цель. Выполнение своего долга в этом мире. Это жизненно важная цель. Запомните, когда человек не выполняет свой долг, в него нить жизненная рушится. Женился? Живи в семье. Никуда не убегай. Не ищи нового счастья себе. Вот. Учишься в институте? Закончи. Родился ребёнок? Воспитывай ребёнка. Если ты мужчина, работай, содержи семью. Женщина может работать, может не работать, как нужно семье. Иногда приходится работать, иногда надо просто побыть с детьми. Но это тоже долг. Женщина говорит, я женщина, я не должна работать. Ну, ты что-то должна делать? Если ты не работаешь, сидишь с детьми. Если нет детей, работаешь, знаешь. Но если большое домашнее хозяйство, тогда да. Если там однокомнатная квартира, какое-то домашнее хозяйство. Пять собачек, если там, то тогда да, домашнее хозяйство. Солдняет с собачками сидишь. Одну надо причесать, другую надо обуть, третью там, она болеет, там её лечить и так далее. Собачки всё время в жизни. Потом собачка уже дальше встречается. И так, жизненно важной цели. Образование является жизненно важной целью. Необразованный человек не может жить. Надо научиться вычитать и умножать, малышей не обижать. Должен научиться, как правильно жить, образованием. Теперь, изучение законов жизни является жизненно важной целью. Вот вы сейчас занимаетесь жизненно важными вещами. Вы изучаете закон. А потом вы ещё проверите это на практике. Вот если вы будете с ведущими, веды говорят, люди, которые получают полное знание об этих трёх целях жизни, достигают совершенства мудрости. Вот ты на человека смотришь, его цель определился, дальше ты знаешь, у него как будет жизнь складываться. Видишь, у него цель благости. Он будет развиваться, удача придёт к его жизни, у него будет успех, он будет здоровым, у него всё в жизни получится. Если у него цель страсти, то есть он комфорт, уют, блаженство, покой, значит, как складываться будет его жизнь? Он будет постепенно в напряжении уходить, постепенно рушится его личная жизнь будет, у него будет увеличиться одиночество в жизни, у него не будут разрушаться отношения с людьми, он будет дичать. Вредные привычки постепенно у него появятся, потому что он будет перенапрягаться. Если человек в невежестве живёт, какой результат? Деградация, преждевременная смерть, болезнь, тюрьма. Вот какой результат. Поэтому очень важно понять, чем человек мотивирован. И вот эти мотивации надо в себе вырабатывать. Это цель человеческой жизни — привязаться к святости, к высшим. Именно в вашей вере ничего не надо менять, то есть привязаться к святости, к чистоте. В каждой вере есть святость, чистота. Я специально это изучал. Господь мне помогал. Я, допустим, не православный, даже не христианин. Но я изучал, на практике изучал святость, святость православие и христианство. И Господь мне показывал силу свою в этой вере. Показывал мне. Когда первый раз приехал в Иерусалиме, вот в это место, где Иисус Христос плакал о своей участи, в оливковом саду, там много оливковых веточек лежало в саду внизу. Я знаю, я же много по этим местам ездил, знаю, что это не с этих деревьев веточки, потому что оливки очень медленно растут. Это очень... Ну, невозможно столько с этих деревьев нарезать веточек, сколько там лежит. И я такой думаю, а я хочу веточку с этого дерева. Я сначала посмотрел, две тысячи лет им или нет, я могу увидеть, сколько лет дерева. Я смотрю, они такие деревья, не толстые, но я смотрю, что им две тысячи лет, потому что они как бы... Ну, они как бы... Они постоянно самовозрождающиеся. Оно подсыхает, потом новая ветка растёт и так далее. Они вот так вот растут постоянно. Две тысячи лет, даже больше некоторым. Я думаю, хочу с этого дерева веточку. Если ты есть, дай мне с этого дерева веточку. Выходит садовник. Начинает обрезать ветки. И я попросил моих друзей, чтобы они на еврите спросили его, как часто он срезает ветки в этом саду. Он ответил, раз в год. Классно? Подтверждение? Дальше мы пошли, и мне сказали, вот там вот, гроб Господень, где там очередь, придётся постоять. А у нас лекция через два часа, это час ехать до Тель-Авива из Иерусалима ещё. Я думаю, ну, сколько сможем, постоим, если не успеем, поедем. Приходим, никого нет. Ни одного человека вообще. И они такие, говорят, у нас я такого не видел ни разу. Никого нет. Мы зашли, там всё, выходим, очередь. я такой, я обалдел, прям вот реально так происходилось. А потом мы встали, ну, всё посмотрели там, всё, нам экскурсию сделали. Потом меня спрашивают, будем дальше идти смотреть или поедем? И я такой, как бы, ну, опять и прощаюсь к Нему, к Христу и спрашиваю, мне ещё посмотреть тут у тебя? Или можно, или я поеду? И такой, знаете, из сердца прям ответ, ты же не наш, води отсюда. Всё, я тебе всё показал, решать всё, нечего здесь делать. Мы сели, поехали, когда приехали, узнали, что на этом месте теракт-теракт в это время был и куча людей поубивал. Интересная история? Я первый раз приехал туда, самый первый раз. Потом ещё интересные были истории. Каждый раз что-то происходило. Я потом прилип вот к этому камню, на котором его омывали тело. Я прямо к нему головой вот так прикасался. И первое, что я сделал, я пытался посмотреть 2023 года назад, что там произошло. Вот. Я пытался его момент рождения почувствовать, когда он родился. Потому что ну как бы есть рождение обычного человека, необычного. По моменту рождения можно о Личности судить. И я как бы дошёл до момента рождения и увидел прямо вот камни показали, что до этого момента тьма в мире, а после этого момента свет. Вот такое разделение. Я такой вау! Увидел, ну как Личность рождается и такое сияние всё озаряется светом. Вот такое видение я увидел. Я такой ничего себе! Вот. Очень сильно меня это вдохновило. И потом я там походил и опять решил к этому камню привернуть и ещё что-нибудь посмотреть. И я только вот так дотронулся и такой слышу такой такой звон ну удар этих как бы он а там оказывается так оповещает что пора уходить. Ну то есть священник берёт так бьёт вот эти вот и мне как по мозгам дало такой и он и он говорит всё поразвалив мне чего-то посмотреть так вы знаете такие отношения сразу же я почувствовал отношения то есть всё что тебе надо показать теперь иди отцу чего ты тут это предстаёшь а ещё один вопрос потом также тоже в Ташкенте мне показали Коран там есть Коран первая копия рукопись книга и тоже там очень необычное ощущение святости сил этой мудрости я почувствовал от этой книги потом там поехали к одному святому мусульманскому у него прямо там храм и его гробница стоит захоронение прямо и он лечил людей и видел судьбы ход времени и у него там внизу есть прямо место где под землёй где он молился и там же обсерватория его он также планеты там как смотрел как планеты движутся я я туда сел там темнота ничего не видно и солнце вот прямо проходит там и по лучам солнца можно видеть там все так пролези специально так сделано как обсерватория я начал там молиться я я почувствовал вот все что мне надо в жизни вот понять ход времени что когда будет все там сразу стало ясно такая сила знания зашла я просто обалдел вот так сильно чувствовалось там время как что происходит в этом мире как что будет происходить так что во всех традициях духовных есть Бог везде он есть просто каждый человек чувствует его в соответствии с его наклонностью кто-то его хочет чувствовать как великого который дает победу могущественно кто-то его хочет чувствовать как того кто отдает всем свою жизнь кто жертвует другим и так далее в зависимости от того как мы его хотим видеть он таким образом перед нами предстает от этого разные веры зависят и так есть жизненно важные цели если человек не занимается этими жизненно важными целями то его жизнь тает вот например если он заповеди не выполняет живет как считает нужным его жизнь тает он теряет свою жизнь человек вроде бы бросил жену и пошел красивой девушке вроде бы наоборот жизнь только начинается правильно у кого-то реализованный опыт это опасное решение опасное или человек грабит банк там убивает людей ради своей выгоды опасное решение я я иногда там видосики сейчас в интернет много показывают разок видел видосик люди поругались один вышел и всех перестрелял три трупа пять раненых и пошел я думаю а дальше я начал смотреть его жизнь дальше а дальше все дальше лишение тюрьма насильственная смерть все дальше нет жизни человек просто убил свою жизнь все покинулся все Богу не нравятся такие поступки или вот шахидка допустим в Москве разок едут и как раз прошел взрыв и мы мимо проезжаем там вот это все таваси там я потом в интернет нашел фотографию этой девушки и смотрю она же с именем Бога на устах ушла из жизни куда дальше за то что человек убивает других он не пойдет наверх Богу это не нравится дальше адская жизнь поэтому выполнение своих обязанностей не надо сворачивать в сторону учиться жить правильно здоровый образ жизни потому что в любой момент может подкосить надо учиться крепко жить правильно это жизненно важные цели и изучать как правильно жить три жизненно важные цели они приведут тебя к высшей цели обязательно библиоттен